А-34 или А-33? Насколько все изменилось и насколько стало лучше? Ну, всем этим числом поступила заявка на замену вашего финансового номера телефона для входа в личный кабинет. Вадько берешь? Ебало забываешь? Стабильно, это сам Бадько. Владимирский централ, ветер северный, этапом эстрии, но они милена, лежит на свет, тяпкий груз. Владимирский централ, ветер северный, всем привет, мы на канале Кюк.ру и у нас две коробки на столе, это значит сравнение. Сравнение двух телефонов предшествующего поколения и актуального Samsung A34, новиночка против предшественника Samsung A33. A34 здесь, A33 здесь. Так что про эти два телефона сейчас поговорим, у них много на самом деле общего, но и есть такие весьма серьезные различия. Что же купить, что же лучше? Вот A33 предшественник, он уже и подешевле, как бы или вот A34 все-таки новиночку. Сейчас подробно расскажем, что, как, где и почему. Вывод сделаем мы, а вот выбор будете делать вы. Пока перейдите по ссылкам под видео, посмотрите, сколько стоит A33, сколько стоит A34 в разных цветах и версиях. Они есть. В магазине Кюк быстрая доставка, можно даже прямо сегодня, если вы сделаете заказ с утра, и три года гарантии. Ну и конечно же, задайте свои вопросы, делитесь своими впечатлениями о данных телефонов, в нашем Телеграм-канале, ссылочки есть под видео также, и под этим видео на Ютубе. По итогам месяца, в следующем месяце, в прямом эфире выберем одного человека, который получит один классный смартфон в любой точке Российской Федерации, и несколько человек, которые получат промокоды на покупку в нашем магазине. Для того, чтобы участвовать в таком розыгрыше, нужно все равно, Леш, написать комментарий на Ютубе, подписаться на канал, если еще не подписаны, и, наконец, открыть подписки в настройках Ютуба, чтобы мы проверили выполнение первого пункта. Дальше следим за анонсами и надеемся на удачу. Удачи. Итак, Samsung A33 и A34, на самом деле, они не поменяли никак позиционирование телефонов, то есть это смартфоны такого уверенного среднего уровня. Если говорить про комплект, то здесь никаких изменений. В комплекте вы найдете с обоими телефонами только проводок USB Type-C, зарядки нет, пленки на дисплее нет, чехла тоже нет. Понятно, телефоны по части материалов корпуса абсолютно совпадают, то есть это пластиковая задняя крышка, пластиковые боковые грани, горелый глаз на лицевой части, но немножко, конечно, отличается дизайн. В A34 его сделали более похожим на флагман, три камеры, которые немножко выступают над корпусом за счет самого объектива, в то время как у A33 и вообще, в принципе, предыдущего поколения используется такая площадка, которая сама упирает, и, получается, сами камеры объектива здесь не выступают, а у поступает вот эта площадочка под камеры. Причем камера здесь четыре в A33, в то время как в A34 их всего лишь три. Отсутствует здесь двухмегапиксельный датчик глубины, а все остальное совпадает по мегапикселям, но по впечатлениям от снимков и от видео я расскажу попозже чуть-чуть. Качество сборки и в целом ощущение телефонов в руках в принципе плюс-минус одинаковое, немножко получше, как-то поприятнее ощущается задняя крышка у A34, но это субъективное впечатление. При этом хочу напомнить, что оба телефона имеют защиту от воды по стандарту IP67. Обоим смартфонам не страшно попадание в пресную воду на глубину до одного метра на время до получаса, то есть ни брызги воды, ни попадания в конкретную такую лужу, ни в какую-то другую емкость оба телефона не должны утопить, по крайней мере, сделать это так просто. Это здорово выделяет оба телефона над многими китайскими конкурентами, даже более дорогими, на это многие обращают внимание. Оба телефона лишены беспроводной зарядки, также здесь нету разъема для наушников, но по элементам управления оба телефона также совпадают. Справа качелька громкости и кнопка включения, сверху дополнительный микрофон для шумоподавления и слот для двух сим-карт и карты памяти, гибридный слот. Слева нет ничего, снизу разъем B-Type-C с поддержкой зарядки 25 Вт максимум и основной динамик. Стерео поддерживают оба телефона. С лицевой части телефоны тоже сильно похожи, хотя отличие таки присутствуют. Оба имеют U-образный вырез для селфи-камеры, что как раз отделяет их здорово от A50 серии, которая имеет уже вырез в самом дисплее. И рамочки вот здесь в этих телефонах хочу сказать, что потоньше по бокам и сверху у A33 немного. Но при этом нижняя грань у A34 она симметричная относительно остальных, у A33 она толще, причем ощутимо так толще, чем остальные грани. В результате мы имеем следующий парадокс. Дело в том, что A33 имеет дисплей 6,4 дюйма. В то время как у A34 больше дисплей 6,6 дюйма. При этом по высоте смартфоны практически идентичны. A34 ощущается уже лопатисто. A33 кажется еще таким адекватным по части габаритов. Дисплей это первый такой серьезный апгрейд A34 перед предшественником. Здесь дело даже не только в диагонали. 6,6 понятно больше чем 6,4 но не всем это нужно. При этом дисплей оба супер малетматрица с разрешением Full HD но вот на этом сходство пожалуй что и кончается. Частота развертки в A33 90 Гц в A34 120 Гц при этом пиковая яркость в A34 практически в два раза выше чем в A33. Допустим на ярком солнце и она прям светит вам дисплей. A34 выкручивает яркость на максимум и картинка здесь видна хорошо. яркий очень хороший дисплей вы должны это понимать но яркость конечно заведомо ниже пиковая именно чем в A34. Пожалуй что для большинства пользователей вот эти изменения они будут что несущественные вот разница в диагонали она здесь очевидна он прям шире и больше на A34. По плавности работы интерфейса я не могу сказать что на глаз A34 будут как-то плавнее и вот анимация здесь в обоих телефонах тоже очень плавная по отклику на касание мне больше понравился A34 он как-то подзывчивее есть такое ощущение причем в игрушках это тоже сказывается но опять же по контрастности по цветам здесь у телефонов пожалуй что нет тоже никаких отличий потому что поколение матрицы одинаковое это Super AMOLED это очень высокая контрастность глубокие черные цвета ну и в принципе по настройкам самого дисплея они тоже абсолютно идентичны что в A33 тоже хороший дисплей тоже плавный тоже яркий тоже поддерживает All-ison дисплей как в A34 так и в A33 но большая часть таких изменений касается все-таки именно диагонали остальное не становится каким-то серьезным откровением то есть да яркость повыше но чуть-чуть и видна не везде да плавность интерфейса повыше но тоже при сравнении это не так становится очевидно но вот именно отклик на касание я здесь могу связывать еще с процессором дело в том что тут произошло серьезные изменения в A33 используется процессор Exynos 1280 такой же процессор в A53 оперативной памяти 6 или 8 гигабайт в A34 поставили процессор с более старым техпроцессором тут 5 нанометров а здесь 6 но это процессор от компании Mediatek Dimensity 1080 оперативной памяти также 6 или 8 гигабайт хочу сказать что сам по себе Exynos 1280 который стоял в Samsung A33 на момент старта был очень старанным выбором и не оптимизированным сейчас в 2023 году могу сказать что Samsung явно поработали и молодцы и процессор работает намного лучше и сам по себе телефон явно оставляет более цельное впечатление он шустрее стал но при сравнении A34 и A33 становится очевидно что A34 быстрее причем быстрее во всех сценариях открывает приложение быстрее игры загружаются быстрее камеры все работает реально лучше 480 тысяч баллов в A34 против 436 в A33 на самом деле разница не такая большая но знаете она здесь по всем пунктам по чуть-чуть при использовании телефонов под нагрузкой A33 конечно греется намного больше намного ощутимее чем A34 и лучше справляется с задачами троттлинг накрывает такие A33 под допустим играя в сложные 3D игры в обоих телефонах это можно сделать на неплохих настройках графики средние настройки где-то даже высокие но A34 под игр тоже подходит лучше здесь сказывается опять же большая мощность большая стабильность меньше телефон греется нет проблем с троттлингом и опять же здесь опять же сказывается в игрушках допустим в экшенах лучше реагирует на касание однозначно если вы играете если брать Samsung A34 будет из этих двух телефонов лучше оба телефона работают с батарейками на 5000 миллиампер заряжается 25 ватт максимально от USB Type-C но A34 работает прям дольше здесь уверенный день работы можно выжать но A34 работает дольше процентов на 30 в одинаковом режиме тестирования абсолютно одинаковом 100% утром фото, тесты игры, видео и так далее к концу дня в A33 осталось 25% заряда и больше 40% в A34 это много ну много на самом деле по скорости зарядка они абсолютно одинаковые час 15 час 20 до 100% за полчаса уже на половину оба телефона заряжаются селфи камеры здесь на 13 мегапикселя в обоих телефонах идентичные но разницы я никакой не увидел более того разблокировка здесь происходит также по селфи камерам в A34 она мне показалась немножко тоже побыстрее ну хотя там на самые такие доли секунды основные камеры здесь отличаются только одним пунктом 2 мегапикселя датчик глубины для портретных снимков в A33 остальные камеры абсолютно идентичны 48 мегапикселей с оптической стабилизацией в обоих телефонах 8 мегапикселей ультраширик и 5 мегапикселей макрокамера хочу сказать что ну во-первых двухмегапиксельная камера в A33 вообще я бы сказал не нужна с портретными снимками неплохо справляется A34 без этого ультраширик мне понравился больше в A33 и здесь я могу списать что телефон может быть только вышел A34 подтянут ультраширик он станет получше потому что пока что он прям слабый он прям очень слабый в A33 он мне понравился больше но при этом в остальном телефоны я пожалуй что поставлю знак равенства потому что телефоны по части фото действительно очень и очень близки фотографии получаются отличными просто замечательными при условиях хорошего освещения здесь и фокус хороший и детализация контраст цветопередачи все у телефонов удалось вечером ночью телефоны конечно в авто сильно падают в качестве спасает где-то ночной режим но все равно по качеству фотоснимков оба телефона такие ну середняки откровенные середняки и условно допустим A53 я параллельно сравнивал с этими телефонами также он конечно на ступеньку а то и даже на пару ступенек выше что касается видео то здесь пожалуй что оба телефона стоит похвалить стабилизация присутствует в Full HD картинка в принципе сносная даже симпатичная местами оба телефона причем умеют снимать еще в 4К 30 кадров в секунду правда только стабилизации там уже конечно нет но качество видео тоже очень приятное и в целом здесь оба телефона стоит похвалить хотя опять мне картинка немножко понравилась на A34 что касается связи то здесь телефоны тоже полный паритет кроме одного пункта Bluetooth 5.3 против Bluetooth 5.1 в A34 против A33 немножко посовременнее немножко поддерживает новые какие-то технологии подальше дальность работы в остальном две сим-карты GPS Bluetooth GLONASS NFC в телефоне тоже есть E7 оба телефона не поддерживают пунктов меню просто нет хотя где-то пишут что A34 поддерживает по части связи оба телефона работают неплохо Wi-Fi 2.4 5 Гц немножко постабильнее работает на A34 со звуком оба телефона лишились разъем для наушников в принципе уже исторические есть стерео динамик один основной снизу роль голосового играет верхний понравился больше звук через динамик погромче орет покачественнее A34 однозначно прям сильно лучше ну и по поводу прошивки работают оба телефона сейчас уже обновился и A33 до последнего андроида 13 андроид оболочка One UI 5.1 такая же оболочка стоит абсолютно в A34 одинаковые оболочки одинаковый функционал какие-то дополнительные приложения здесь тоже отсутствуют ну как стандартные да то есть все то что у нас заблокировано в России к чертям все работает стабильно это самое важное что касается выводов A34 или A33 для многих здесь будет очень простой выбор когда они посмотрят на цену этих двух смартфонов потому что сейчас когда я только снимаю эти обзоры разница между смартфонами в цене солидная и при этом я не могу сказать что для большинства людей она будет сильно заметной потому что фактически у этих телефонов что отличается большая диагональ дисплея в A34 более смены Bluetooth стало погромче стерео изменился дизайн в дисплее подросла яркость и подросла частота развертки 120 Гц теперь новый процессор несомненно который лучше выносит нагрузку игрушки в принципе больше чуть-чуть стала автономность A33 на фоне A34 становится как будто бы такой младший брат который ну как бы и стоит дешевле но при этом не хуже дисплеем он так же плавный он так же шустрый он так же быстрый с такой же скоростью заряжается с автономностью в принципе все сносно камера вообще одинаковая на самом деле это повод подумать как обычно для нас внимательно посмотреть вот разницу вот эту в цене и такой а стоит ли оно того потому что допустим в случае с A34 я уже говорил в обзоре этого телефона он попал в конкурентную среду где даже предшественники самсунга A53 стоит сравнимых денег если A33 даже на фоне китайцев выделяется за счет цены и хорошим дисплеем и влагозащитой и неплохой производительностью и стоит сравнимых денег до A34 стоит уже дороже видно почему однозначно в сравнении кто из них лучше здесь сказать я не могу сбалансирование все таки я бы сказал здесь кажется A34 именно как сам по себе телефон надо смотреть за ценой но за ту цену которая сейчас конкретно есть в 2023 году когда на несколько тысяч дороже A34 я честно говорю скажу что A33 сбалансирование лично для меня очень сложно на самом деле выбрать этих двух смартфонов вот сами по себе посмотреть сколько из них каждый стоит и уже принять решение это будет пожалуй самый правильный вариант ну и конечно не забыть посмотреть наши топа подборки лучших смартфонов до 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей и наверняка найдете что-нибудь тоже для себя полезное и интересное я на этом с вами прощаюсь с вас лайк подписка колокольчик гляньте сколько телефоны стоят в каких цветах еще есть по ссылкам под видео я на этом с вами прощаюсь с вами был Андрей кип.ру пока